Второй микрофон там лежит на столе с красным пролоном, если удобнее, на столе. А я его обнимаю, мне так тепло и хорошо. А, хорошо. Потом отдам, просто я как бы в видение некоторое. Кто про что, а мы все про свой школьный алгоритмический язык с Андреем Петровичем Ершовым, который уже у нас 35-летие отметил этот язык школьный, по-прежнему входит в ГИА 9 класса, и по-прежнему на нем достаточно эффективно первые шаги в области процедурного программирования. Устраивать, хотя, честно говоря, мы пошли уже глубже и ниже. Сейчас у нас опыт около 500 детских садов Российской Федерации изучает основу алгоритмизации при помощи системы пектомера, разработанной нами, начиная с четвертого года жизни. У нас очень хорошие результаты. Но это отдельно для тех, кто занимается совсем маленькими детками, можно по этому поводу поговорить. Когда там детки начнут писать наши на питоне и прочее. Значит, основная беда школьного алгоритмического языка или кумира, она состояла в том, что он достаточно старый. И поэтому, как мы привыкли делать специальные собранные модули программного обеспечения, а сейчас мода заключается в том, что студенты, школьники, они не хотят ничего на свой компьютер ставить, они любят всякие используют веб-приложения. У нас не хватало собственных ресурсов, чтобы это дело довести до конца правильного. Тем не менее, мы кумир в свое время еще с предыдущими разработчиками вместе разобрали на две части, на компилятор и редактор отдельно. И потом мы все это дело интегрировали в собственную систему, которую использовали образование в старших классах, в Московском университете государственной вихматии, в МПУ, в управление и в наук. Значит, это наш партнер известный, который в прошлом году начал программу. У них там три направления потратить государственные деньги в США было. Вот это третье. Это семейный план новый, при котором добавляется 4 года бесплатного образования в США. То есть они на самом деле пытаются нас достать в том, в чем мы по-прежнему являемся лучшими на школьном образовании. Поскольку мы детей любим, каждый ребеночек в России, как и в СССР, можно отправить в детский сад, где с ним будут заниматься, пока родители его занимаются на работе, в производстве и так далее. То есть они нас на самом деле в этом деле догоняют. Значит, следующий слайд, это вы узнаете Андрея Петровича Ершова, который в свое время ввел нам кумир, если кто не помнит про это, одновременно с языком рапира, для которого был компилятор. Но так получилось, что это некоторая предыстория в МГУ на Мехмате, когда приехали учителя в 1985 году проходить практику, чтобы ввести информатику в СССР тогда. Сделали компилятор с этого школьного галитмического языка, прямо не с рапира с него, и запустили поток. Ну, собственно, это называлось Епрактикум. Потом сейчас это цифровая образовательная среда кумир. По-прежнему она свободно распространяемая. Можно сгрузить с сайта не из CERAN. Там есть GitLab, с которым можно, так сказать, коды все эти дела получить. Но самая большая беда заключалась в том, что это невозможно использовать в онлайне у нас. Поэтому мы добавили наш школьный галитмический язык в большую коллекцию языков нашей платформе образовательной Мирера, которая называется. И теперь можно дистанционно, не инсталируя себе кумир на компьютер, пользоваться серверным компилятором, пользоваться и, так сказать, ну, чуть хуже отлаживаться, как понятно, как в любых таких системах, которые не имеют у нас там пошаговой отладки. Тем не менее, у нас уже полуторагодовалый опыт преподавания в МПГУ и ЕГЭ в старших классах, так сказать, когда на кумире готовят. И, в общем, дети и, соответственно, студенты, 3-4 курсы МПГУ, у которых информатика является предметом, очень хорошо и быстро это осваивают. И им совершенно, на самом деле, вот это пошаговое выполнение для простейших программ не нужно. Ну, и как мы боремся с тем, чтобы наши дети, так сказать, работали, а не списывали, не программировались, не списывали, не пытались, так сказать, сидеть в социальных сетях, все это достаточно просто. И в кулуарах мы подробно расскажем. Но, например, студенты МИХМАТа МГУ первого-второго курса за семестр решают порядка 300 задач. То есть вы цифру услышали. Спасибо. Теперь тогда у нас, значит, теперь Кирилл Алексеевич, дальше продолжится. Кирилл. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Маченко Кирилл. Я вам расскажу про интеграцию системы Кумир в нашу образовательную систему Миреро. В последнее время все больше внимания обращено к дистанционной форме обучения. Но помимо этого и стандартные модели образования для помощи преподавателю необходимы такие средства, как автоматическая проверка заданий, проверка на плагиат с данных студентами задач и организация удобного учебного пространства для общения с учениками, ну и многое другое. Для подобных систем целесообразно использовать серверные решения, предоставляя обучающимся доступ к заданиям и тестирующимся системам через интернет. Кроме того, веб-приложение не нужно устанавливать на свой компьютер, тем самым ученики не привязаны к конкретному рабочему месту и могут решать задачи в транспорте по дороге домой и используя смартфоны, планшеты в любом месте, где они находятся. Кумир, в свою очередь, требует установки на компьютер. Он не является мультипрофорным приложением, однако привязан к конкретному рабочему месту. При создании системы были разработаны средства индивидуальной проверки выполненных заданий. Задания можно было объединять в единый тематический урок, который назывался практикум. Эти практикумы содержали наборы задач, описания, имели встроенные средства проверки правильности выполненных задач, которые подготавливались на том же школьном алгоритмическом языке и были скрыты от ученика. Однако для учета успешно выполненного практикума требовался непосредственный контакт с учителем, который фиксировал факт успешного проведения занятия. И для ученика последний иногда становился серьезной проблемой, то есть упаковка своих задач в некую тетрадь. Ученики в качестве подтверждения выполнения работы могли отправить учителю чужую тетрадь, и сложно было проверить, так как Кумир не предоставлял средств однозначной идентификации пользователя. Однако все эти проблемы возможно решить, проведя интеграцию Кумира в образовательную платформу Мирера, аналогично тому, как проведена интеграция других наших систем, как в Пиктомире и в Мпрактику. Несколько слов о Мирере. Мирере — это образовательная платформа для поддержки гибридного формата обучения, разработанная нами и используемая в опытном режиме. Это удобный инструмент для помощи предавателю в создании курса с удобной иерархией, размещением всех учебных материалов, настройки расписания, независимых по всем учебным группам, проведение занятий со встроенной или внешней системой видеоконференции, а также сдача проверки домашних заданий с автоматизированной или ручной проверкой, сведению статистики автоматической по всем курсам и группам со встроенным журналом посещения и автоматическим формированием отчетности. Мирере поддерживает автоматизированную проверку абсолютно любых задач по программированию. Задачи для любых языков программирования, которые можно предоставить на выбор для студента несколько. Можно настроить все настройки компилятора, быстро создать все входные и выходные файлы, а также выставить один из многих типов автоматизированной проверки. После этого можно быстро создать тесты для задачи, используя эталонное решение преподавателя, по которому можно сгенерировать тесты для студентов автоматически. Программа может стать из нескольких файлов. Преподаватель может настроить для студента в помощь шаблон, То есть некий код, который на первых этапах изучения программирования студенту не нужно писать, чтобы он мог сконцентрироваться на неких алгоритмических составляющих задач. Благодаря всему этому необходимость установки студентами под каждую изучаемую тему отдельной среды программирования полностью отпадает, поскольку студенты могут писать программы непосредственно в Мерэре. А когда темы сменяются быстро и среды тоже, то часто бывало, что большое количество студентов не успевало в высоком темпе, особенно на первых этапах, устанавливать множество различных сред программирования. Помимо этого Мерэра поддерживает проверку всех видов тестовых задач, а также ручную проверку и оценку домашних заданий в свободной форме с последующим поставлением комментариев и выставлением баллов преподавателя. В Мерэре большое внимание уделяется скорости и удобству внесения преподавателем в систему своего курса. Задача программирования ситуации на решение, автоматическая генерация тестов по нему, как я упоминал, есть множество средств копирования на всех уровнях и другого функционала, с которым разработать любой курс в Мерэре становится даже быстрее, чем вне нее. Первый шаг интеграции в Мерэру состоял в доработке компилятора Кумир для встраивания в Мерэру. Если школьник или студент выполнял задания по другим курсам в Мерэре, то он уже имел аккаунт, позволяющий ему подгружать от своего имени тетради с решениями в соответствующий контест. Одновременно с средствами образовательной платформы проводилась проверка на заимствование решения или части решения другого ученика в текущем курсе или ранее загруженных в других курсах. Второй шаг состоял в возможности создавать и проверять решения на школьном алгоритмическом языке непосредственно в Мерэре. Для подготовки курсов педагогам было создано множество задач, в том числе наследованных из разниеподготовленных практиков, сомжая каждую задачу эталонным решением и набором тестов. Необходимо указать, что встроенный в Мерэру редактор не только сохранил раскраску программы в стиле Кумира, но и позволил подготавливать шаблоны задач, делая часть программного кода нередактиром, аналогично уже существующим средствам в Кумире, что методически сильно упрощает процесс обучения на начальном этапе. Задачи с графическими исполнителями робот и чертежник также возможно проверять отдельно от практику непосредственно в Мерэре. Несколько слов о дальнейших перспективах развития данной интеграции. Для ведения курсов по алгоритмике и программированию на факультете начального образования ОПГУ было подготовлено более 500 задач с решением непосредственно в Мерэре. Однако этого недостаточно и нужно разрабатывать намного больше. Для удобства учеников необходимо визуализировать результаты работы программы на школьном алгоритмическом языке с исполнителями робота-чертежник, аналогично решением с производственными компиляторами по курсу OpenGL, Python и так далее, где картинки выводимой программы в случае задачи, целенной на это, проверяются непосредственно в Мерэре и выводятся у студентом, чтобы он мог увидеть непосредственно, что он сделал. В этом случае ученик видит конечный результат работы программы и сможет проводить отладку программы непосредственно в Мерэре, аналогичным неграфическим ожиданиям на языке Кумира. Кроме того, сейчас проводится доработка Кумира с добавлением антификации пользователя, позволяющая однозначно идентифицировать работу ученика в Кумире и автоматически учитывать результаты выполнения им практиков с отметкой в Мерэре. Аналогичная задача была уже ранее решена в платформах Pectomir и в Мпрактику. В данный момент, работая с Мпрактику, ученик отправлял свои результаты прохождения курсу в Мерэру, то есть он выполняет задачу в Мпрактику и просто в процессе выполнения компиляции это же решение отправляется попыткой в Мерэру. И преподаватель видит, что сделал студент. Александр Георгиевич, скажите несколько слов. Общий смысл заключался в том, что теперь Кумир у нас фактически в онлайне. Мы планируем систему Мерэра сделать доступными через интернет-сервис для свободного использования. Ну и в заключение там несколько цифр о том, как мы по свое, как сказать, используются в школе и в дошколке, куда мы сейчас тоже пришли. И это не политика, это экономика. Раньше мы говорили, что наше ПО работает в Крыму, а теперь мы говорим, что оно работает не только в Крыму, но и в Российской Федерации, в Белоруссии. Все, спасибо. Спасибо большое, коллеги. Так. Спасибо. Хотелось бы задать вопрос по поводу интеграции Мерэры в Кумир. Правильно ли я понимаю, что вы рассчитываете в текущий толстый клиент Кумира, который ставится стационарно, дать возможность подключаться к Мерэре из этого толстого клиента. Правильно? Тогда вопрос встречный следующий. Протокол взаимодействия с Мерэрой, я так понимаю, в этом плане должен был где-то быть опубликован, ну или как-то задекларирован. Хотелось бы здесь вот какую-то идею спросить, подумать на ней. Если есть протокол и есть клиент, то возможно, что сервер можно использовать не только Мерэровский, а какой-то свой, в смысле внешний, кому это потребуется. Рассматриваете ли вы ту часть, с той стороны такого рода компоненты, которая была бы доступна? Может быть, мне было бы интересно лично в этом плане поучаствовать. И я тут еще один момент записал, это насчет кодовой базы. Использовалась и внутри кодовой базы Мерэры для интерпретации, а кодовая база кетешного Кумира, или это было просто переписано? Использовалась та же база? Это был компилятор Кумира, встроенный, естественно, вот прямо оттуда готовая часть Кумира, так сказать, встроена внутрь, его не переписывались. Плюс, конечно, по протоколу отправляется полностью целиком работа, готовая, грубо говоря, текстовый файл. И, конечно, мы протокол-то публикуем, это можно будет использовать. Я могу сказать несколько слов по поводу протокола этой авторизации. Там встраивается модуль авторизации в Кумир, как он встроен уже в Пектомир и в Мпрактикум. Потом по протоколу OAuth 2.0, она через Инфомир, который является нашей системой авторизации, общей на все наши системы, отправляется через определенный токен, не будем вдаваться сейчас в подробности, отправляется именно в Мерэру. Конечно, протокол известный OAuth 2.0, это такой стандартный протокол, поэтому его, конечно, можно опубликовать. Однако стоит отметить, что именно процесс авторизации идет через нашу общую среду и сейчас направлен именно конкретно в Мерэру. Однако, конечно, это можно делать, расширять это в дальнейшем для синхронизации с любыми другими системами. Например, как и Мерэра сейчас, рассчитывается на синхронизацию с другими различными системами по протоколам доступа по внешнему API. По поводу Кумира, хочу добавить, что правда действительно там был создан компилятор, который взяли в чистом виде с Кумира, однако все правила подсветки, правила отображения в встроенном окошке в Мерэре писались скорее отдельно, поскольку редактор новый, более удобный и рассчитан под то, чтобы использовать его в Мерэре со всеми преимуществами. Смотрите, вот у меня один из студентов в этом году, кстати, погружался в кодовую базу Кумира для какой-то моей идеи, которую, может быть, в Плуарах мы обсудим, я, может быть, ее озвучивал в другие моменты времени. Суть в том, что мне кажется, что по поводу моего предыдущего доклада, конкретно проект Кумир является отличной такой базой для погружения студентов в программирование на реальные задачи. Но я бы рассчитывал в том случае разработчиков, вот если вы посмотрите на Google Summer of Code, список задач, которые вы бы сами ставили вовне. Мы бы с студентом их тогда ретранслировали. Было бы интересно поучаствовать и с точки зрения средства аутентификации, госуслуги прикрутить вместо вашей Мерэры. Ну вот много интересных задач возникает, актуальных. Было бы интересно в это дело погружать студентов. Спасибо. Да, можно еще. Вот насчет Мерэры, учитывая современные тенденции онлайн-обучения, есть ли там какие-то модули конкретного для онлайн-обучения, может быть, даже для, опять же, тенденции перехода на интерактивные панели, ну не знаю, там, например, интерактивная доска, на которой можно чертить что-то еще такое, для проведения уроков прямо. Да, в Мерэре очень много инструментария конкретно для проведения занятий. Во-первых, используется встроенная система видеоконференции, в которой есть, и виртуальная доска, в которой можно выдавать определенные права на то, чтобы писать на этой доске различным студентам, демонстрация экрана и так далее и тому подобное. Но помимо этого используется очень важный и передовой, по нашему мнению, инструментарий, так называемых черновиков, то есть студенты, поскольку, как мы упоминали, они не устанавливают собственное программное обеспечение, практически все студенты пишут прямо в Мерэре, потому что, во-первых, и шаблон у них есть, в котором они пользуются, и в котором написана уже часть программы, а во-вторых, им не нужно устанавливать множество программ, и, соответственно, все, что пишет студент прямо онлайн видит преподаватель. То есть каждый символ, который он набрал, преподаватель может открыть попытку студента, то есть окошко, где он пишет, и статистики общей, и он видит каждое изменение, то есть все, что пишет студент онлайн, как будто бы смотрит демонстрацию экрана, однако без этого использования демонстрации, видит преподаватель. Значит, мы все-таки сторонники гибридной формы, когда после преподавателя остается запись, но преподаватель должен быть живой. То есть это не мог система, поэтому понимаете. Так я как раз спрашиваю, онлайн от один вопрос был, а второй, когда вот урок идет. Давайте по одному вопросу все-таки, а остальное в кулуарах. Ну, хорошо. А что, у тебя вон оранжевое, нет? Извините, коллеги, я просто как иностранец хотел вас спросить, а кумир это процедурный язык или объектно ориентированный? Кумир. Вас понял, спасибо. Скажите, пожалуйста, это open source, да? То есть можно бесплатно скачивать, пользоваться и Мирирой, естественно, и кумиром. Правильно я понимаю, да? Это планировалось как open source, но, как говорят в текущей ситуации, не говоря про политику, от министерства того самого, мы как Академия наук получаем сильное ограничение в правах на выгрузку. То есть для нас теперь требуют документы, чтобы мы, ну, грубо говоря, как знаете, как в Америке, вы подписываете, что вы не будете это использовать во вражеских этих самых. Нет, для пользователя нужно платить деньги вам какие-то? Пользователя нет. Ну, хорошо, вот этот вопрос был, да. И вторая сторона. Одно время он был как-то у вас завидающий, вижу, что вы сейчас кумир поднимаете. С устройствами, как вы взаимодействуете с этими, с роботами, допустим? Мы роботов отправили в пектомир, в дошколку и в началку. Ну, а для ребят старшего возраста никак, да? Ну, никак, да. Ну, давайте пообщаемся. Так, давайте. Это сейчас вверху один вопрос. Скажите, пожалуйста, немножко, можете поподробнее рассказать, как вы проверяете работы студентов на плагиат в своей системе? Там ведет сейчас значительная работа по различным вариантам антиплагиатов. В данный момент мы выбрали метод докенов, ну, в общем, метод печатков на токенизированной программе, но мы сравниваем различные подходы, изучаем. В данный момент вот используется он. Но мы предполагаем многоуровневую проверку, то есть сначала это непосредственно полное копирование, после этого для различных языков различными образами, убирая комментарии, пробелы и так далее, это уже отсеивает, конечно же, там огромный процент списываний. Но для более умного списывания разрабатывается, как я сказал, метод отпечатков. Он сейчас по нашим исследованиям считается самым популярным. Однако мы в любом случае будем использовать многоуровневую систему проверки для различными антиплагиатами и существующих. Спасибо. Спасибо большое. Большое вам спасибо.